еще немаловажный момент который в общем то с чего я обычно начинал учить учить людей ездить на эндуро мотоцикле особенно у тех у кого недостаточно длинные ноги я всегда сижу на мотоцикле вот так на полу копится почему потому что есть большая разница вот если вы сидите четко жопой на сиденье длина ваших ног она не может она вот будет вот такая стандартная на спуске да в любом положении да вот на склон сейчас поставить обычно это больше речь идет про то когда мы ездим траверсом поперек склон вот мы не можем никак удлинить нашу ногу есть один прекрасный способ это упражнение с которого надо начинать вы должны уметь делать быстро вот это с утра встал с утра встал 30 раз когда вы мотоцикл оставляете под коленкой вас вот эта нога может быть вот там да и вы сможете справиться в ситуации когда вы условно всегда на траверсе надо быть думать о том что у тебя есть только одно направление в котором ты можешь двигаться с тел тел только к склону никогда в другую сторону вот поэтому кстати многие падают когда на склонах и обратил внимание из-за того что заезжают на подъем и не опираются на склон а пытаются слезть в сторону обрыва ну практически на половину ребят вот кем мы катались вот почему-то не делал классика жанра классика жанра да и вот точно так же у нас был парень на дэрзайте он и не ту сторону ногу поставил и шлем у него был расстегнут что он летел головой в яму и шлем катился рядом с ним было очень страшно но я хочу сказать что прям смерть прошла рядом вот этот важный момент короче не приклеивайтесь жопой к сиденью это самое неприятное падение мы вчера ехали вдоль склона у нас нога вот это на котором мы ехали просто отсохла не так на который мы опирались на склон а вот это потому что все время есть вот так то что дико страшно туда и смотреть и наклоняться потому что там просто убиться можно чертой матери поэтому ты сам здесь если что просто нахуй туда толкаешься там остаешься уж плотно конечно ты ничего не толкаешь надо не бросайте мотоцикла это очень важно первых вы можете убить других во-первых потом потратить кучу денег на то чтобы его ремонтировать главное в девяносто девяти процентов случаев это просто бесполезно бесполезно он у вас оказывается колесами к верху дальше начать его поднимать тратить миллиард сил и так далее я покажу как бы что надо делать если вы не заезжаете вы должны тратить остаточную энергию на то чтобы мотоцикл поставить поперек склона вы чувствуете не заезжайте все вы это поняли вы берете и оставляете его вот сразу и повернули и наклонились вот так склон все дальше вы делаете одно движение вы едете вниз ноль сил потери попытка да вот еще такой нюанс допустим в правую сторону да психологически еще ну вот проще потому что у тебя правая сторона нога тормоз да под правой ногой а в левую сторону нет тормоза и передний тормоз есть задний тормоз он не очень важный 90 процентов тормозить переднем то все происходит на передний тормоз задний ну такую мотоцикл у нас нет там тормоза что поделать правую сторону хуже спускаться чем в левую это точно дайте газ а потом наклоняется происходит вот так должно быть не так должно вот так и с торможением я об этом не сказал но тут происходит то же самое вы когда тормозить вас скидывает вперед поэтому чтобы этого не происходило мы сначала уходим назад а потом давим на тормоз и вам не нужны как бы до определен когда у нас такие прокатные спушки нам руки надо беречь вы должны ехать на ногах не должны упираться в руль плюс коленями держать мотоцикл да тоже разгрузить вот на спусках это единственный когда мы ускоряемся держать мотоцикл не надо ногами вы его делает держите положением тела вот этим весом не надо думать что если вы его зажмете чем-то то вам так будет проще с ним он наоборот должен свободно вас располагаться же может подкинуть еще что-то ваша основная тема вот смотрите как у меня располагается подошва относительно подножек она как стена сзади подножки толкает вот они сзади и все я в них упираюсь когда еду не надо ничего придерживать когда мы едем вниз даже там лучше его держать потому что может быть может там жопу переставлять еще самый эффективный орган управления на мотоцикле это подножки это не руль не газ ничего это подножки вот этот крен я держу вы его делаете за счет того ставить это не руль ну руки конечно этому всему могут помогать но у них очень много задач и то как качественно вы в той или иной ситуации давите на подножки определяет степень зацепа заднего колеса с грунта иногда не надо даже газу давать надо просто туда надавить у вас просто офигенный зацеп тут везде грунт камни просто космический просто рай для триала вообще но с одной стороны это и минус право не будет потом потом куда-нибудь поедешь но у тебя зацепа нету на утай приедешь и будешь то есть ближе к байкалу тут это скользко мокрый самое главное вот на что с чего стоит начать действительно отрегулировать рычаги и педали на мотиках потому что у вас сразу меняется положение тела на мотоцикле и вам многие вещи будут будут получаться вот опять же сцепление и тормоза вы тормозите всегда в заднем в оттяжке назад и поэтому у вас вам удобнее из такого положения группа велос приподнято рычаги давить педаль тогда приподнято нажимать на нее вам не нужно перемещаться вперед для того чтобы зацепить сам за тот или иной там элементом за то что мы педаль тормоза либо рычаг как вы это сделаете у меня тоже был такой там период лет 10 назад мне показалось дико неудобно потому что у меня уже сформировались какие-то привычки потому что много лет нам ездил тянулся до этого тормоза и причем тянулся за тормоза так не замечая того мне поднимался каблук с подножки а в этот момент невозможно держать равновесие и после того как я поднял тормоз я стал лучше стоять на подножках и у меня стали получаться там повороты которые я там с трудом заезжал там пытался балансировать там руками еще чем-то и как бы обратите на это внимание еще очень важный момент мотиком не должно быть никаких острых углов бывают часто разбиваются там но оригинальные там подножки именно сами педали торчат или там от камня острые углы острые рычаги кто едет без защит рук это все тоже нормально протыкает ноги руки там и там не на спину товарищи там попадение так что мотиком конечно очень мать чем михаил чё поедем на какую-нибудь горку стараться не держаться за руль в идеале с одной рукой и спускаться тоже вниз не опираясь на руль в идеале тоже с одной рукой для того чтобы вы поняли вот эту точку баланса когда вы наклоняете вперед и не держите за руль давайте каждый из вас сейчас я ну или можно кто-то мы все денис может давай параллельно будем показывать среднее положение придержать мотик чтобы каждый попробовал как ты будешь ехать как ты будешь ехать ноги распрямляй плечи опускай ноги распрямляй вот это теперь плечи у тебя должны быть над рулем разверни локти выпрямляй ноги чуть-чуть не держите держу голову вперед мари платы смотри вперед куда-то вот это положение а чуть-чуть назад уйди плечи разверни вот теперь попробуй покачать его направо налево ногами и руками попробуй на подножки давить вот вот это среднее положение теперь уходи вперед как ты будешь уходить вперед вот так в принципе вот можете чуть-чуть подгибать колено да но это когда очень сильно наша задача мы тренируемся не быть не сложную горку ехать а просто тренируемся не терять силы поэтому пока пробуем но на прямых либо на чуть согнут а теперь уходи назад в на протяжку локти поднимай только и тут надо ноги даже вот такие легкие то есть не прямые когда так и мысли снова а именно чуть чуть вот долго за 7 метра держи давай сердечко ноги выпрями назад так что я почувствовал что они сзади у тебя распрямились я тебя держу да 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 только плечи еще не вот и если хочешь можешь подгибать колено а уйди в оттяжку назад не так чтобы об этом надо специально думать главное поднять локти когда ты Во-первых, в центральную стойку приедем, вот в центральной стойке ты стоишь вертикально, вот так, тоже стоишь вот так, так удобно? Ниже плеч, меня так высоко будет, чем ниже ты к мотоциклу, тем эффективнее ты управляешь, вот так вот. Давай, центральное положение, разогни ноги, так, летишь, согни, локти разверни, так, я вот так вот, да? А я вот так вот, с лигуру, я вот так вот. Да, уйди назад в оттяжку, локти поднимите. Да, но локти может быть и нужны. Потому что отжиматься как удобно, так или вот так? Ну как вот так вот? Ты должен вот так работать руками. Понял. Они у меня всегда. Только ты тоже высоко стоишь, ниже надо. Но для того, чтобы ниже, ниже придет само, когда у вас скорость появится. Пока скорость нет. Ниже, в принципе, колени разобрали. Ебать. Ты этот самый, человек-паук. Выпри ноги. Неудобно так. Ну, блядь, надо научиться. Опускай спину. Спину, а не ноги. Вот. Попку, попку. Ниже. Вот. Всё. Да. Нет, это среднее. Вот у тебя плечи над рулем. А теперь уходи вперед. Вот. Средний. Вот, назад. Средняя. Средняя. У вас с центральной стойкой проблемы. Опять ты жопу. А ты ноги прямой сделай, средняя стойка. Вот. Плечи ниже опусти. Ноги прям. Ты 200 километров не сможешь на согнутых ногах проехать. Понимаешь? Ну. Поэтому они должны быть прямые. Если ты не гасишь вот так в передней стойке. Только ещё раз. Встаёте. Кисните. А потом берёте за руку. Да. И назад уйди. Ты ноги прямые должны быть? Нет. Ты не сможешь на прямых ногах. Да. То есть вот так. Потом вот так. Ну, образно говоря. Ну, почти прямые же. Не прямо прямые, прямые. Да, да, да. Да. И вот. Всё понятно. Спасибо. Тело на мотоцикле. В 90... Не знаю. Большей части времени, конечно, они у вас будут работать. Но вы должны уметь расслабляться. Вот расслабляться никто не умеет. Все всё время на согнутых ногах. Они должны быть согнуты. Это так, когда они вам нужны. А когда вы просто катаетесь, они вам не нужны. Мы ездим все вот так, как гуку. А тут. Пока не проезжаем там в камни или ещё что-то. Короче, у нас задача такая. Вы пытаетесь... Мы просто едем наверх. И ваша задача... Сначала вы уходите в переднюю стойку. Вы можете быть на прямых ногах. Можете быть на чуть согнутых. Но ваша спина, ещё раз, не должна быть вот так вертикально. Она должна быть ближе к горизонтальному положению. И мы едем с вами спокойно наверх. На первой или второй передаче. Давай так. Ты заедешь по Кашка, встанешь на середине. И каждый по очереди мимо будет проезжать. Да. студентка. Общая мараota. Вторг вв, отрюк вв... Тепер. 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 Пьеха там показывает нам со стасом. Ноги сейчас вообще заберут. Это правильное ощущение. Серега, а ты на руле едешь. Ты должен быть вот здесь. А ты вот здесь. С длиной твоих конечностей возможности управления мотоциклом просто вспоминают. На спуске ты не можешь туда? На спуске ты даже уходишь. Ты держишься коленками, а ты должен упираться в подножки. Сейчас об этом мы поговорим. Ага, у меня тоже такая же. Я поеду. Вы не должны, когда... Когда едем вниз, вы почувствовали, короче, эту тему? Между тем, сколько вы наклоняетесь вперед и даете газу. То есть, если мотор тянет, то здесь вы находитесь в некой точке баланса. Значит, ошибка, которая у всех присутствует, то, что вы все-таки... Ну, у кого уже скатано это, многие ездят вертикально. Вот так. Вот так ездить не надо. Вы должны быть вот так. Давайте поэтому сейчас попробуем, чтобы вы на прямых ногах поехали. Потому что вот это положение, оно для вас привычно с согнутыми ногами, а на прямых ногах, оно для вас будет и непривычно. И тогда вы... У вас не будет варианта не обыкнуть спину вниз. Если хочешь, нагнешься. Вы нагнетесь. И это правильно. И следующий момент, когда мы едем вниз, вы должны достаточно сильно уйти назад, чтобы вы не упирались коленками в мотоцикл. Вы должны почувствовать, что подножки перед вами. Вот они. Вот. Не то, что вы держитесь вот так коленками, а вот они перед вами, как стенка. Вы в нее уперлись. Вот должно быть такое ощущение. То же самое, когда вы едете наверх. У вас должно быть ощущение, что вот она сзади, это подножка. Вот стенка. И она вас держит. Поэтому давайте теперь попробуем на прямых. Вы можете взять разгон, с гневомотором не тянешь. И попробуйте на прямых ногах. И попробуйте все-таки положение, ну, близко к тому, к 90 градусу у вас должно быть. Вот, Лех, покажи, как ты едешь. Мы обучаем режиму энергосбережения. Видите, у него прямая спина, прямые ноги. Сейчас он ныгнется, и все будет понятно. А, да, 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 да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok